Мы наконец-то дошли до методов, которые действительно позволяют использовать данные для того, чтобы предсказывать будущее. Прям ура! До этого были какие-то теоретические обоснования, в целом, зачем это надо. А сегодня, наконец-то, мы ответим на вопрос как. Ну, хоть и как-то ответим на вопрос как. Итак, и первое, с чего мы начинаем, это такая штука, которая называется instance-based learning. Кто-нибудь знаком с подобным названием? Нету таких. Но это широкий класс методов машинного обучения. Широкий класс. Который, по большому счету, держится на одном заглавном методе. Это метод ближайших соседей. А вот кто слышал про метод ближайших соседей? Вот, уже значительно больше народу, чем тех, которые слышали про instance-based learning. Итак, чего мы сегодня будем делать? Мы, во-первых, немножечко пофилософствуем, ну, традиционно. Без философии никуда. Во-вторых, мы посмотрим, собственно, на метод ближайших соседей, каким он бывает, что там с ним делать. Далее рассмотрим понятие проклятия размерности. Наверное, про это тоже кто-то слышал, что существует проклятие размерности. Вот мы сегодня попробуем это проклятие персонифицировать. Ну и, наконец, посмотрим на то, каким образом искать этих самых ближайших соседей. Ну, начнем с философствования. Мы надеемся, что в тех данных, которые у нас есть, и в пространстве, где содержатся точки, выполняется такой странный принцип, что чем точки ближе, тем они более похожи друг на дружки. При этом понятно, что имеется в виду не какое-то там макроопределение. Ну, то есть, если они очень далеко, они могут быть друг с дружкой не связаны. Но если они находятся в пределах чего-то разумного, видите, философствование, оно предполагает оперирование размытыми понятиями. Так вот, в пределах чего-то разумного мы надеемся, что чем они ближе находятся, тем это больше характеризует их связь. Почему мы так думаем? Мы так думаем, в первую очередь, из-за того, что тот способ векторизации, тот способ перевода в пространство, ну, в РН, который нам был дан откуда-то сверху, мы надеемся, что имеет какой-то смысл. И точка в этом пространстве, она должна каким-то образом характеризовать этот объект и быть связана, вот эта локальность должна быть каким-то образом связана с сигналом, который мы предсказываем. Если это не так, если они вообще развязаны, так тоже бывает, нам дали рандом или забыли дать сигнал вместо него, прислали рандом, или что-нибудь еще проделали нехорошее, то тогда все наши потуги, они будут тщетны. Причем, как с точки зрения и всего предсказания, то есть если нам дали рандом, то мы по рандому вряд ли что-нибудь предскажем. Или наоборот, если попросили предсказать рандом, вряд ли у нас это получится. Так, и с точки зрения того, что соблюдается тот самый принцип локальности, то, что близкие точки похожи близко, ну, похожи друг на дружку. Это, я надеюсь, более или менее понятно, то есть что мы хотим соблюдения такого принципа. Однако, если мы чуть-чуть оттолкнемся от философии, у нас там много неизвестных понятий. Ну, во-первых, что значит близки? Мы с вами помним, что где-то в каких-то теориях нам давали какие-то метрики внутри пространства, знаем, что есть и вклидовая метрика, наверное, существуют какие-то еще, может быть, кто-то даже вспомнит аксиомы, которые нам сегодня пригодятся. Ну, аксиомы, вот эти пункты определения для метрики. Что называется метрикой? Соответственно, пока мы не введем точного определения, что же мы будем в данном случае использовать в качестве метрики, непонятно, что происходит. Более того, на следующих занятиях, которые когда-нибудь будут, мы научимся метрики строить так, чтобы они что-то выражали. Таким образом, этот вопрос далеко не праздный. Второе. Что значит похоже? Похоже может означать, что сигнал там зависит от расстояния. Так бывает. Это возможно. А может означать следующее, что если мы возьмем некоторую окрестность в районе этой точки, то внутри этой окрестности распределение будет, ну, существует некоторое стабильное распределение сигнала, вот этого самого нашего Y, которое мы можем моделировать и, соответственно, смоделировать значение решения. А может быть, мы должны будем взять все точки, которые расположены в том же самом радиусе, или сколько-то этих точек, например, 100, и по этим 100 точкам найти какое-нибудь среднее значение. И так далее. То есть мы, опять-таки, не определяем, что значит похоже. И вообще говоря, эта похожесть будет также включена в параметры метода. Последняя тирада, она была хоть сколько-нибудь понятна. Что значит про распределение рассуждения? Есть люди, которые это понимают. О, как я удачно-то сказал. 100% попадание, смотрите. Давайте себе представим. Вот у нас есть как выглядит наша задачка обычно. Вот у нас есть прекрасная небритость. В рамках этой небритости к нам приходит точка запроса. Квири-поинт. То есть в реальности у нас есть работающая система. В рамках этой работающей системы мы знаем всю информацию про примеры. И к нам приходит какая-то точка запроса. Точка запроса — это то, что нам пришло из продакшена, и про что мы хотим узнать. А какова эта точка на самом деле? Это понятно, я надеюсь. Дальше, смотрите, у нас есть понятие окрестности. То есть мы предполагаем, что значит локальность. Значит, что чем ближе точка, тем они более похожи. Я думаю, что мы можем придумать ситуацию, когда это не так, но мы полагаемся в KNN именно на это. Теперь что же мы можем сделать? Мы можем найти ближайший пример. И по этому ближайшему примеру что-то сказать. Можем найти несколько ближайших примеров. Сказать по ним, например, там... Нет, вот этот не ближайший. Не похож на ближайший. Сказать по ним, что во, давайте возьмем там средний или еще что-то такое. А можем сказать, что, ну окей, вот мы нашли какое-то множество ближайших примеров в каком-то радиусе. О, какая у меня классная окружность. И поэтому множество примеров мы можем понять. Значение Y у нас там распределено. Ну, значение нашего сигнала. Там здесь будет Y, здесь будет N. Но там как-нибудь распределено, что вот здесь у нас таких побольше, таких. Как-нибудь вот так. Построить гистограмму. Игрек — это уже сигнал. То есть это то, что мы пытаемся предсказать. Мы же его знаем по тем точкам, которые примеры. Значит, мы по примерам в рамках квири можем построить окрестность. Эта окрестность нам задаст множество точек, на которые мы надеемся, что мы похожи. Тогда давайте объявим, что наше значение Y распределено так же, как оно распределено в этих соседних точках. Идея понятна? То есть для того, чтобы сформировать такое значение, мы, соответственно, можем бросить там случайную, бросить монетку, узнать, какое конкретное значение. А можем, например, сгладить это распределение или еще что-нибудь с ним сделать. Соответственно, это что значит похоже. Дальше. Что значит близки? Я думаю, вы все понимаете. Я могу взять евклидовую метрику здесь. Могу эту евклидовую метрику как-нибудь что-нибудь с ней сделать нехорошее. Могу сказать, что вообще евклидовая метрика мне не нужна. У меня есть косинусная мера. О, у меня сколько раз пересеклись почти параллельные прямые. Можем взять что-то еще и так далее. То есть понятие расстояния мы, вообще говоря, под каждую задачу можем подобрать. Ну и, наконец, последняя тема. Это что значит точки? С одной стороны, это могут быть реальные примеры, которые мы видели в жизни. Там, я не знаю, мы хотим понять вот это кошечка или собачка. И у нас есть живые там мусика, тузик. Вот они здесь как-то представлены. А может быть у нас такая ситуация. У нас живой пример есть с одной стороны. А с другой стороны модельная белая собака в вакууме. Модельная черная собака в вакууме. Модельная, я не знаю, серая кошка в том же безвоздушном пространстве. Соответственно, в качестве точек мы можем не конкретные примеры сюда вставлять, а, например, какие-нибудь там агрегаты, полученные из большого количества точек. Понадобится нам это может, например, для того, чтобы уменьшить количество примеров. У нас миллиард примеров. Мы очень богаты, мы собрали миллиард примеров. И очевидно, что в продакшене мы вряд ли будем искать по миллиарду примеров ближайшие. Потому что это просто тяжело местами. Окей. Итак, более или менее понятна проблема. С одной стороны, мы ввели принцип локальности, который очень... Это не про физику, да? Который очень понятен. Близкие точки кажутся похожи. В общем, да. Но с другой стороны, количество нюансов, которые в этом предположении присутствуют, оно довольно великое. И нужно четко понимать, что в каждый момент времени мы имеем в виду. Да. Если гистограмму устраиваем, то, конечно, совсем не получается, но потом можно изменивать среднюю точку или медиану. Мы можем медиану взять. Мы можем вообще сказать, ну окей, вот у нас какие-то точки есть в этом распределении. Давайте найдем, например, ближайшее гамма распределение, подберем оба параметра, которая, или сумму гамма распределения, которая описывает вот такую вот гистограмму. И бросим случайное число именно по ней. Можем сгладить еще каким-то способом. Ну то есть, например, нарисовать нашу ступенчатую функцию вероятности и ее там сгладить как-нибудь красиво, сплайном, чтобы там жизнь медом не касалась. Ну, единственное, чтобы монотонненько было, иначе не очень получится. Куда стрелять? Ну, взяли вот эту прекрасную нашу функцию, повернули ее, бросили случайно от нуля до единицы, нашли значение. Ну, это же распределение. На самом деле распределение сильно лучше, чем значение, потому что мы для распределения можем себе, во-первых, значение наковырять, чтобы получить ожидание, ну, среднее, средневыборочное, или попытаться найти ожидание такой штуки. С одной стороны. А с другой стороны мы, например, знаем, насколько эти значения кучненькие. И вообще, мы знаем про распределение, мы можем много-много интересных параметров узнать. Это же круто. Смотри, рандом — это не ухудшение. Это существенное улучшение. То есть, когда мы описываем, мы говорим, что значение в этой точке 6, это мы, с одной стороны, точно сказали, что это 100 пудов 6, но, с другой стороны, у нас есть некоторая неуверенность в том, что это 6. И эту неуверенность мы никаким образом не описали. Если же у нас есть распределение, то мы можем точно сказать, в каком месте у нас насколько неуверенности. И это очень хорошо. Более того, оказывается, что если у нас есть какие-то граничные значения, за пределы которых мы не хотим уходить, например, мы предсказываем, что завтра мы можем проиграть на этой акции много-много денег, и типа вот если много, то это еще нормально, а вот если много-много, то вообще никак. То мы можем оценивать не то самое среднее значение, мы можем оценивать вероятность того, что мы преодолеем какой-то порог. Так что распределение гораздо круче, чем значение. И рандом — это круто. Решающая функция в данном случае может вернуть распределение. Почему нет? То есть мы, вообще говоря, считаем, что мы взяли и засамплировали пространство вокруг этой точки. Из-за этого засамплирования мы можем предположить, какое было распределение. Тут, понятно, есть очень много «но». Так вот прям говорить не стоит. Ну, например, кто сказал, что у нас вот это вот распределение, оно никак от расстояния не зависит? Ну и вообще оно имеет хоть какой-то смысл. Мы же на самом деле расположение точек-то забыли в тот момент, когда их выбрали. И так далее. То есть там есть масса нюансов. Но такая техника тоже возможна. Окей. Я надеюсь, в философии мы чуть-чуть разобрались. Теперь давайте к алгоритму KNN. Алгоритм KNN, я надеюсь, что мы можем говорить все хором. Ну, потому что все знают алгоритм KNN. Поначалу мы должны… У нас есть интересующая точка запроса. Мы вычисляем значение факторов для этой интересующей точки. Находим сколько-то ближайших соседей. Пускай K. У нас же K ближайших соседей. Находим K ближайших соседей по выбранной мере из тех точек, про которые нам известна информация. И, наконец, агрегируем значение всех этих K примеров для того, чтобы найти значение в искомой точке. Согласитесь, алгоритм несложный. И более того, оказывается, что он работает. Вот этот очень несложный алгоритм работает в очень широком диапазоне случаев. Не то чтобы почти всегда, но если у вас параметров не очень много, то обойти KNN оказывается довольно сложно. И если вы там в пределах 10-20 измерений живете, то не попробовать KNN — это плохо. Это нечестно. Это не дать одному из важных конкурентов выступить. Однако же у KNN есть много параметров. Как явных в виде K, сколько точек взять, так и неявных, про которые мы с вами уже говорили. Как то способ агрегации, как то... Какая же у нас метрика, там и так далее. На сегодня мы предположим, что метрика у нас прям хорошая. То есть вот в рамках этой метрики у нас есть такое свойство, что близкие по этой метрике точки действительно похожи. Тогда остается одна проблема — способ агрегации. Способ агрегации, но я думаю, что если мы сейчас всей толпой подумаем, давайте попробуем придумать хотя бы парочку. Ну вот медиана уже была. Медиана мне очень нравится. Что-нибудь еще? Среднее, взвешенное не надо. Среднее, да, потому что взвешенное, оно хорошо, но там вот это вот расстояние дурацкое, непонятно, насколько важно его учитывать. То есть как разницу в расстоянии перевести в разницу в весах. Оказывается, что выбор этой функции прям жесткая штука. А если она вдруг классификация? Самая частая. Самая частая, хорошо. Ну, в общем, можно действительно тут много напридумывать. Я думаю, что сейчас голову все включили, уже богатое количество вариантов, что можно было бы сделать. Вот, я думаю, что у вас в домашках будет возможность все попробовать. Вот, кивает Сережа. Будет. Отлично. Далее мы все будем рассказывать про классификацию на К-классов. Хотя, сейчас позырим. Может, другую букву? Давай на С-классов. На С-классов лучше. К явно мало. Как вы думаете, что из себя представляет? Ну, то есть я указал несколько параметров, которые могут быть. Давайте поймем хотя бы, как может зависеть от самого главного параметра К работы нашей прекрасной решающей функции. Представим себе, что К равно единице. И представим себе, что К равно десяти. Чем будут отличаться вот эти самые решающие функции, если мы, допустим, находимся в условии вот этой двумерной небритости. Чего-чего? Прямая — это вряд ли. Тут с прямыми вообще некоторые сложности. Все-таки решение нелинейное. Да, вот мы нашли одного соседа. Вот в данном случае ближайший сосед явно вот этот минусик. Тот, у кого расстояние меньше, это понятно. Как это выглядит все будет? Вот у меня будут зоны здесь минусов и зоны плюсов. Почему? Ты масштаб просто не видишь. Если все сильно приблизить, там все хорошо. Диаграмма Варанова получит. Да, она родная. Но как она здесь будет выглядеть? Нет, диаграмма Варанова, к сожалению, выглядит как такие целы. Важно то, что она будет очень такая, очень подробная. То есть там будут неровные края областей. У областей края будут, ну, совсем неровными. Важно. Как бы это красиво-то все нарисовать? Я боюсь, что я красиво просто не нарисую. У меня есть картинка красивая. Я не знаю, ее стоит, наверное, показать. Речь вот какая. Вот у нас есть примеры какие-то. Положим, у нас есть вот этот пример. Давайте нарисуем ту область, в рамках которой точка запроса будет принимать значение этого примера. Ну, или принимать положительное значение, то есть иметь плюсик. Если мы начнем так хитро рисовать, то у нас получится что-то типа такого. Мелко-зернистый рисунок. Да, мелко-зернистый рисунок. Ну, вот какая-то такая штука. А здесь будет какая-то такая штука. В общем, чем больше n, тем больше они сливаются. Да, у нас здесь образуются такие островочки вокруг единичных точек. И вот эти островочки, они могут довольно активно вторгаться в области большого количества минусов. Какая диаграмма? Ну, это как раз, если у нас есть набор точек, то мы по ним можем построить такую решетку областей ближайших к той или иной точке. Вот такая штука, она называется таким хитрым именем. Она довольно просто строится, но важно знать, что она существует в этом мире. Да, да, да. И дальше закрашиваем ее либо в плюс, либо в минус, в соответствии с... Да, да, да. Для единицы именно. Так вот, если у нас данные очень точные, мы не предполагаем, что у нас есть какая-то ошибка в сигнале. То лучший способ — это 1nn. Но обычно у нас есть какая-то ошибка в сигнале. То есть у нас может там, я не знаю, тот человек, который относил к той или иной области, к тому или иному классу, ошибиться. То есть, грубо говоря, если у нас есть кошечки и собачки, то, наверное, кошечек от собачек у нас эксперт умеет отличать. А вот если у нас есть какие-то чуть более сложные в определении объекты, например, те же самые фрукты, мы не всегда можем сказать, что это вот фрукт, а вот это не фрукт. Во всяком случае, я не могу сказать. По внешнему виду. И вот эксперт нам выдал такие данные, которые, ну вот в данном случае, видите, оно противоречит каким-то свойствам. Вот этот плюсик, но вот он сюда, казалось бы, ни к селу, ни к городу. Так может, это ошибка? Если вы понимаете, что такие ошибки возможны, то тогда вы можете сгладить решение, увеличив количество k, то есть количество точек, которые вы агрегируете в решение. В данном случае, если k у нас будет больше 2, то вот этот островок у нас к чертям идет. Это будет одна единая область минусов. Понятно? То есть, смотрите, тут нет четкого правила, понимания того, когда использовать какой k. Но rule of sum можно выразить таким образом. Сглаживание позволяет вам базироваться на большем количестве точек, с одной стороны, но расширяет область предположения о близости свойств. В итоге нужно выбрать баланс между этими двумя характеристиками. Какие свойства есть у этого прекрасного алгоритма? Ну, во-первых, первое и, пожалуй, самое важное с нашей точки зрения свойство заключается в том, что это очень часто работает. Когда это не работает, это в основном случай с большим количеством фичей или ситуация, когда мы хотим с большим количеством фичей, или мы хотим каких-то специальных свойств от решения. Ну, это неважно. Или, например, у нас в продакшене просто очень большое количество примеров, и нам нужно каким-то образом их агрегировать, и мы просто так это не смогли сделать. Дальше. Второе. Я думаю, что простота реализации, все готовы сейчас написать прямо сейчас, работу KNN. Это очень хорошо. Есть только одна проблема в реализации. Какая? Выборку мы положим, построили. Выбор K. Выбор K — это нормальная проблема. Мы ее порешаем кроссфолдом. Мы возьмем кроссфолд-валидейшн, посмотрим, какой K у нас оптимальный, и на самом деле тогда и поймем, какое у нас отношение вот этих двух свойств. А еще? Задать метрику ближайшие. Важно, что они ближайшие. То есть радиус нам задавать не надо, мы говорим следующее, что у нас соседей должно быть столько-то, но ближайших. Несбалансированность классов. Это, кстати, очень большая беда, это правда. Но мы можем говорить, что вот здесь у нас концентрация плюсиков необычно большая. Необычно большая по сравнению со в среднем. Понятная идея, да? То есть мы можем не сказать, что мы принимаем решение о том, что это плюсик, потому что плюсиков тут большинство. Мы можем сказать, что вероятность того, что это плюсик, сильно выше, чем в среднем. Найти ближайшего соседа. Вот она сложность-то. Найти ближайшего соседа — это ведь очень непросто. То есть для этого нам нужно, ну, из простых алгоритмов, для этого нам нужно взять и линейно поискать среди всех точек, вычислить расстояние в нмерном пространстве. Это же дорого. И понять, какие k-точек окажутся наверху. Там проблема в ее построении. Да. Ну, конечно, про двумерное пространство — это небольшая проблема. Ничего не требует на стадии обучения. Вам дали данные, вы сразу сказали, у меня есть решающая функция. Это прям обычно людей приводит ступо. Ну так вот. А еще у него есть известная оценка качества работы. Эта оценка немножечко теоретическая, но давайте ее все-таки выпишем, чтобы хоть какие-то формулы сегодня были для порядку. Итак, у нас есть класс, которому действительно принадлежит x. Ну, то есть в данном случае x у нас сформировано классом звездочка. Положим, такая есть. Возьмем, обозначим в качестве в BE, ну, то есть ошибки. Ошибки правильного класса. Вот такую прекрасную величину. А еще выпишем такую величину. Посчитаем мат ожидания по всем классам вот этой самой ошибки. Ну, понятно, сумма. Как так. Так вот, оказывается, что вот это ожидание, обозначим его E, у нас зажато между тем самым BE. Это к вопросу о тех самых там оверфитах, эндерфитах и прочих качествах работы. При условии того, что наша выборка является хорошей, не репрезентативной, но в каком-то смысле не смещенной с точки зрения такого алгоритма по значению вот этого класса. Мы оцениваем вот такое вот ожидание принадлежности к классу. Оцениваем мы как снизу и сверху, как значение истинного класса. Ну, через ошибку по истинному классу. Однако у KNN, конечно же, есть большое количество недостатков. В частности, один из таких недостатков, которые, ну вот, меня часто останавливают, это очень дорого. Это на фазе использования. То есть если мы начинаем использовать, то нам приходится, во-первых, хранить все наши примеры, ну или что-то сделать, а во-вторых, долго и упорно искать ближайших соседей, что может оказаться дорого. От k. Дело все в том, что здесь у нас сумма по всем возможным классам. k звездочка — это истинный класс, который породил данный x. Ну, это значит, что x принадлежит к этому классу k звездочка. Ну, мы… Почему здесь вероятности в такую сторону стоят, да? То есть мы говорим следующее, что класс у нас может породить такие-то точки в рамках вот этого прекрасного пространства небритости. Поэтому мы идем от класса. То есть x при условии класса. И дальше все оттуда лезет. Отлично. Я дальше достираю. Надо учиться у метров вот этому. Пишешь и стираешь. Часто требователи на фазе решения. Как с этой проблемой бороться? Есть ли какие-нибудь варианты? А, хотя я уже сказал. Я же уже сказал. Давайте выберем представителей каких-то классов. Ну, то есть скажем, что у нас есть вот та самая белая кошечка в вакууме. Сагрегируем в эту белую кошечку какое-то количество примеров, которые на нее похожи. И уже из вот этих агрегатов, из этих так называемых прототипных точек, сформируем множество тех, по которым будем принимать решения. То есть вместо исходных примеров мы можем взять какие-то центроиды, группы примеров. Причем расположенных локально желательно. Как же можно это формировать? Ну, если мы вдруг начинаем усреднять, ну, то есть если мы вдруг ищем какой-нибудь центроид, и мы нашли центроид для вообще всего класса, то этот центроид будет расположен слишком далеко от точек запроса. В итоге вся прелесть нашего прекрасного метода, она исчезает. В итоге было бы классно, вот у нас есть какое-то скопление, там, плюсиков или минусиков, мы для каждого этого скопления делаем одну точку. Ну, проведем, например, какую-то заранее кластеризацию или что-нибудь еще такое красивое. Тикс. Как нам прототипные точки выбирать? Хорошо. Ну, окей. Давайте самый простой способ. Вот как бы вы выбирали, у вас такая проблема, у вас есть миллиард точек. Положим. Самый простой способ, как бы из этого миллиарда точек, которые вы не можете обходить каждый раз, когда к вам приходит запрос, сделать миллион точек. Миллион вы можете. Да, рандомом взять. Взять из этого миллиарда миллион рандомных. Вот вариант-то. Более того, вы можете не миллион взять, а два миллиона взять. В одну, в один набор, и в другой набор, и посмотреть, а насколько на этих наборах у вас результат консистентный. Это же прям тема. Давайте другой пример. Ну, это я уже рассказал. Покластеризовать. То есть возьмем, проведем какую-то дополнительную кластеризацию или объединим какие-то близкие точки. В поля. И от этих полей найдем какой-нибудь представителя. Ну, и третий вариант. Вот тут был относительно того, что нам бы хотелось, чтобы эти точки, как вы говорили, были там подальше, поближе. Ну, вот это вот все. Создать соответствующий алгоритм, который будет выбирать такие точки, которые обладают хорошими свойствами. Ну, и в частности, есть целый класс таких алгоритмов. Из того, что, про что я готов рассказать, это learning vector quantization. Что при этом делается? Во-первых, на первом этапе мы берем вашим любимым способом, строим нужное количество прототипных точек. Любимым, но который не обеспечивает нам нужные характеристики. А дальше мы будем итеративно улучшать их свойства. Каким же образом? Мы будем брать и играть в запросы с заранее известным ответом. то есть берем точку из лерна, выдираем какую-нибудь рандомную. Дальше смотрим, а какая прототипная точка или какие прототипные точки в случае, когда k у нас больше единицы, расположены близко к этой точке x. Дальше все эти прекрасные прототипные точки можно разделить на два класса. Первый класс — это правильные ответы, второй класс — это неправильные ответы. Ну и давайте по вектору, который соединяет вот наша запросная точка. И у нас есть несколько прототипов. Вот здесь прототип, здесь прототип, здесь прототип и здесь прототип. Мы знаем про запросную точку, потому что она из лерна, что она положительная. Тогда у нас здесь есть сколько-то там положительных и отрицательных. Положим, у нас вот эта точка тоже положительная. Давайте нарисуем вектор разницы и подвинем ее в этом направлении. Если же у нас тут будет k равно 2, точка попалась отрицательная, то есть из другого класса, то мы ее наоборот оттолкнем. Кто-нибудь слышал про похожие методы? Как-то так же работающие. Мы будем отталкивать на расстояние, которое с каждым разом будет немножко уменьшаться, ну, чтобы вся система стабилизировалась, потому что если мы будем толкать одинаково, то мы можем попасть в цикл. Это не круто. Поэтому мы возьмем некоторую ε, на которую будем домножать это самое расстояние, например, и отталкивать пропорционально ε δ εx минус ε. m и t. Соответственно, m и t плюс tt, tt, m и t, t плюс первое равно. О! Так лучше? Так, я надеюсь, понятнее. Мы взяли, в данном случае точку отодвинули. Если же точки близки, то мы вычтем этот вектор нам станет от этого счастья. Аналогичная абсолютно штука используется в self-agonized maps. Если вы про такое слышали, это такой способ нарисовать в трехмерном, там, четырехмерном, четырехмерном — это я злой, четырехмерном вы вряд ли видите, в двухмерном или трехмерном пространстве некоторую модель того, что происходит в каком-то многомерном пространстве, чтобы при этом максимально сохранить расстояние. Но мы про самые еще будем говорить, прям будем подробно. Сейчас же я хочу лишь сказать, что таким образом, если мы будем устремить epsilon к нулю, в какой-то момент наша система стабилизируется. После этого мы сможем использовать полученные прототипные точки m и t. понятны? К сожалению, расходимость здесь у нас обеспечивается вот этим epsilon, стремящимся к нулю, что говорит о качестве предлагаемой системы. То есть качество у нее как бы не очень. Значит, сама по себе она не стабилизируется никогда, и никакими математическими пропертями, соответственно, не обладает. Мы, скажем так, набросаем какие-то точки, а потом, ну вот в SOMI, я это обычно рассказываю так, мы сначала набрасываем на нашу статую одеяло, а потом пытаемся расправить как-то точки, чтобы они красиво облегали, а потом статую убираем. То есть по большому счету мы здесь делаем такое. Мы набросали как-то точки, не безумно, ну как-то. А после этого, используя примеры, сделали так, чтобы модельные примеры покрывали пространство, соответствуя с тем, а насколько близки от них примеры других классов. Хрень, конечно, сказал, но, надеюсь, понятно. Принцип здесь понятен или пожевать еще? Есть ли люди, которым понятно, что происходит? Модельные примеры мы придумываем. Мы берем и говорим какие-то точки с принадлежностью их классу. И потом их эволюционируем, двигаем как-то. То есть это нереальные точки, вот нереальный код Вася, а это уже модельный код Вася номер 128. Да-да-да, что-то мы с ними сделали. Вот в Сами там будет решетка, а здесь и передача там будет по решетке. А здесь это просто мы взяли какие-то точки, какие-то примеры, по какому-то принципу выбрали. И дальше, чтобы они были чуть-чуть поточнее, мы их таким образом подвигали. При этом, насколько далеко подвинули, определяется тем, насколько быстро у нас эпсилон стремится к нулю. Окей. Значит, с проблемой перформанса мы почти справились. Ну, то есть мы придумали какой-то костыль, который, может быть, иногда работает. Но кроме перформанса у нас есть то самое проклятие размерности. Кто чего слышал про проклятие размерности? Есть ли люди, которые вообще знают, что это такое? Один. Два. Три. Как-то все стесняются. Вот. Я уже вижу чуть больше рук. Кто-нибудь может примерно рассказать, про что это такое? Если у нас N-примеров N-точек, то если у нас решающих функций зависит от параметов, у нас есть N-точек, по которым мы будем застраивать параметры, то мы 100% найдем такое разрешение, вот прям точное, корректированное. Ну, нет, это скорее про оверфит и underfit. То есть тут действительно размерность присутствует, но это размерность скорее в пространстве решений. У нас же здесь пространство точек, пространство примеров. Соответственно, вот в рамках этого пространства там чуть-чуть другие проблемы. Кто-нибудь еще слышал про проклятие размерности? То, что чем большее, то получается расстояние 2 или 2. Да-да-да. То есть там проблема такого плана, что если у нас оказывается… Если у нас… Если у нас размерность проблемы увеличивается, то оказывается, что, например, расстояние между двумя соседними точками, двумя точками, случайно взятыми из нашей выборки, оно в среднем становится все более одинаковым. То есть разница между двумя расстояниями, они стремятся к нулю. С чем это связано? Связано это с очень простой проблемой. Я думаю, все понимают, что векторизация, которую мы получаем, она может идти, например, с ошибкой с какой-нибудь. Или в целом быть разного качества. Но, положим, у нас качество самое плохое. Нам дали много-много рандомов. И мы с вами будем рассматривать расстояние между такими точками, которые взяты по равномерному такому распределению. Равномерное распределение в таком вот кубике 0,1. Давайте попробуем посчитать расстояние между двумя точками x1 и x2, которые были вот таким образом генерированы. При n, уходящем на бесконечность. Чего мы там будем иметь? Ну, это все-таки не совсем так. То есть там вот получится, что x1 и t плюс x2 и t в квадрате сумма, корень. Как-то не похоже. Ну, очень хорошо. Теперь давайте посчитаем простую штуку. Вот эта дрянь ничего не напоминает? Это некоторая случайная величина, распределенная у нас от нуля до единицы. Верно? И мы таких случайных величин, только квадратов от них, понасобирали сколько-то, много, при n, стремящемся к бесконечности. Мы с вами получаем все более и более такую нормальную распределенную случайную величину. Ну, там, похоже на нормальную. И более того, оказывается, что чем больше мы сюда вносим случайность, ну, в данном случае у нас она абсолютно случайная, тем меньше у нас будет оказываться дисперсия, потому что дисперсия каждой такой величины у нас равна дисперсии, которая у нас была здесь, верно? А с каждым шагом мы эту дисперсию начинаем линейно уменьшать. Верно? Отлично. Значит, чем больше у нас n, тем меньше оказывается дисперсия. Что это означает? Это означает, что сами расстояния, то есть расстояния, которые мы получим в итоге, будут отличаться все меньше и меньше для этих величин. Они будут расти сами по себе, но отличаться будут немного. Проблема понятна? Или не очень? Почему дисперсия будет уменьшаться? Все понимают. Мы начали складывать большее количество случайных величин. И мы знаем, что если мы их складываем, и дисперсия у нас одинаковая, то дисперсия у нас уменьшается пропорционально количеству слагаемых. Это всем понятно. Если у нас уменьшилась дисперсия у какой-то случайной величины, это значит, что они, грубо говоря, выровнялись. Если они выровнялись, это значит, что у нас точки, то есть расстояние между двумя случайными точками вдруг стали примерно одинаковыми. Та же проблема и с углами. То есть, например, косинусная мера, она становится так же прекрасной. С косинусной мерой только там другая проблема. Там все стремится к ортогональности. То есть, скорее всего, будет находиться хоть одна координата, по которой сгенерировалось очень маленькое значение у одной точки и очень большое значение у другой точки. Понятна проблема. В итоге эта самая беда, связанная с увеличением размерности, и называется проклятием размерности. То есть, с увеличением размерности у нас расстояния начинают значить все меньше и меньше. И разница, соответственно, в расстояниях у нас оказывается… Ну, так как разница оказывается меньше, поэтому и роль они играют… Ну, то есть, становятся менее надежными эти расстояния. Из еще вещей, ну, про которые я просто не стал сейчас рассказывать, это то, что точки у нас находятся все ближе к краям. Ну, мы можем посчитать эту самую площадь поверхности и можем соотнести, насколько она быстро расширяется по сравнению с объемом. В общем, там много-много интересного. Окрестности все чаще упираются в границы, углы между точками выравниваются, и последнее то, что для того, чтобы пространство было плотным, ну, то есть, в каждом месте, у нас существовала бы точка на каком-то фиксированном расстоянии ε с увеличением n, количество таких точек, оно растет в экспоненте. Понятно, почему по экспоненте? Ну, надеюсь, что понятно. Таким образом, большая размерность оказывается существенной проблемой для методов, основанных, ну, вот для instance-based learning и для KNN в частности. Каким же образом с этим можно побороться? По-серьезному никак не побороться с этим. То есть, если беда настала, то ничего уже сделать с ней не получится. Но отсрочить эту самую проблему с размерностью мы все-таки можем. Ну, вот один из примеров, как можно организовать эту самую отсрочку, я бы хотел привести. Этот пример называется Discriminant Adaptive Nearest Neighbor, или DUN. Он, в частности, автором его являются, ну, вот два, по-моему, человека из этой прекрасной троицы, которые написали книжку, и этот метод описан в книжке Elements of Statistical Learning. Чего? Оба два написали. Оба два, там их три. Автора три, а я не помню, кто конкретно из них не написал. А, это уже ранее хрис не придумали, а вы придумали те алгоритмы. А, о как. Отлично. То есть, смотрите, какая штука. Итак, мы с вами только что говорили, что очень важной характеристикой для Nearest Neighbors является само понимание расстояния. С одной стороны. С другой стороны, мы только что выяснили, что если мы будем считать расстояние прямо в инмерном пространстве, то мы столкнемся со сложностями. Что говорят эти замечательные люди? Они говорят такое. А давайте мы попробуем ввести два вида расстояния. Первое расстояние у нас будет определять окрестность, по которой мы найдем большое количество точек. Да, пускай это будет не точно, но, там, я не знаю, 50-100 точек мы найдем таких, ну, которые, скорее всего, будут похожи. Даже в условиях очень высокой, ну, не очень, ну, приличной размерности, типа 100. Однако по этим точкам мы ничего не можем сказать, просто потому что они, ну, их много, они расположены уже довольно далеко. Соответственно, прямо вот по ним мы сказать ничего не можем. Но зато мы по ним можем найти пространство меньшей размерности. Допустим, мы взяли 50 точек. Попробуем построить в рамках этих 50 точек какой-нибудь базис. Какой он будет, какой будет размерности получившийся базис. Взяли 50 точек. По этим 50 точкам пытаемся построить базис. Какая будет размерность? Не более 50. Не более 50. Смотрите, взяли, у нас было 100-мерное пространство, 200-мерное пространство, а мы его взяли и запихнули в 50-мерное. Очень хорошо. И уже точную оценку, то есть вот из этих там, как мы начинаем строить в рамках вот этой широкой окрестности. Сейчас я небритость нарисую традиционно. Сейчас мы какую-нибудь хорошую небритость нормальностям сделаем. Со сгущениями. О, хорошо. Нашли мы какую-то точку. Точнее, у нас есть точка запроса. В рамках этой точки запроса мы нашли по одной из метрик каких-то ближайших соседей, широко так. Ух. Дальше поняли, что вот эти все соседи формируют у нас расстояние, направленное вот сюда. То есть вот рядышком с этой точкой у нас существует пространство меньшей размерности, в котором мы определяем расстояние другой формы. После этого в это пространство мы проецируем все остальные примеры и ищем, а какие же на самом деле ближайшие примеры в рамках локального для этой точки расстояния. Изначальные точки мы говорим такое. У нас есть евклидовое расстояние. В нем все плохо, мы знаем. Там проклятие размерности, ад и ужас. Но этот ад и ужас позволяют нам отобрать какое-то количество примеров. И мы их отбираем. Положим, мы их отобрали там сколько-нибудь? 50. По этим 50 нам очень сложно сделать какие-то выводы. Ну почему? Потому что расстояние по вот этой адской метрике до них очень большое. Но оно точно больше там вот этого. Эпсилона, которому мы привыкли в 20-мерном пространстве. После этого мы создаем уже локальное расстояние, которое учитывает меньшее количество измерений. То есть, которое обладает меньшей размерностью. Может быть, оно и то же самое количество измерений. Важно то, что меньше размерность обладает. И уже в рамках него у нас меньше оказалось проклятие размерности. Очень хорошо. Видите, какой классный ход. То есть, это ход, который показывает, как стоит работать с проклятием размерности. Во-первых, этот атас наступает не сразу. Он наступает постепенно. И чем больше этот атас, тем меньше на самом деле значит у нас расстояние. И тем больше мы вынуждены полагаться не на первого ближайшего соседа, а на группу соседей. Видите, это первая тема, которая следует из этого прекрасного метода. И вторая штука – это давайте теперь ретеративно уменьшим размерность локально. И построим там это самое прекрасное расстояние. Отбросим все, что нам нужно для остальных частей пространства, и возьмем только важное именно для этой части. Каждый раз, когда мы будем делать пример, мы будем проделывать все эти операции с нуля? Да. Но это не сложно. Это не очень сложно. Мы сначала считаем открытого расстояния со всеми. Да, да, да. После этого переводим каждый миллион примеров в новое пространство, после чего опять на миллион примеров еще рассчитаем. Да, да, да. Фишка в том, что там это расстояние считается не очень сложно. Не очень сложно. Я просто не знаю, насколько это сейчас стоит красиво рассказывать. Мне формулки пописать или лучше не надо? Просто в статье там эта идея очень красиво математически разложена. Как именно это посчитать и как именно это сделать? Оказывается, что сделать это не так дорого. Но надо отметить, что если у нас проклятие размерности уже настало, то мы… то самое дорогое здесь будет не решение второй задачи про апдейт, а решение первой задачи про найти 50 ближайших. Потому что оно будет конкретно линейным поиском делаться. Просто потому что все вот эти способы, которые мы будем проходить чуть дальше, типа R3 и KD3, работать там уже не будут. Так что мне показался очень красивым метод, показывающим суть проклятия размерности, суть борьбы с проклятием размерности. То есть можно попытаться его как минимум отсрочить. T и X. Ну что ж. Мы их ищем вот в исходном и склидовом пространстве по ближайшим соседям. Просто мы их ищем много. То есть мы берем гораздо более широкую окрестность и надеемся, что в нее попадут истинно близкие точки по большей части. У нас количество измерений увеличивается. Но, скажем так, не существует... Ну, я такого не видел, чтобы добавление одной какой-то... еще одного измерения кардинально бы меняло ситуацию в сторону того, что вот теперь настало проклятие размерности. Это процесс постепенный. То есть вот эта беда, она нарастает. И как раз за счет того, что она нарастает, ее можно попытаться отсрочить. Каким же образом искать ближайших соседей? Я уже немножечко начал про это говорить, но давайте поговорим про это поподробнее. Кто-нибудь что-нибудь слышал? Ну вот, линейный поиск. Я знаю, все знают линейный поиск. Еще. R-деревья и K-D-деревья. Кто-нибудь слышал такое? Лассейдж — это потом. И последний такой лассейдж, да. Еще? Нет? Я не знаю больше. Но я небольшой специалист в области поиска ближайших соседей. В целом, поиск ближайших соседей — это серьезная большая область, в которой есть много-много интересного, и много статей, в частности, по ней написано. Я хочу лишь привести несколько, дать несколько ссылок на алгоритмы, которые в этом месте используются, и чуть более подробно разобрать LSH как раз. Про ссылки. Я думаю, что все слышали про, что бывают такие R-деревья и K-D-деревья. Наверное, все слышали. R-деревья и K-D-деревья — это методы, которые основываются на свойствах метрики. Какие, кстати, у нас свойства метрики? Неотрицательность, я знаю. Мы в один из разов это сумели повторить. Давайте еще раз. Отлично. С нулем все хорошо. Еще. Правила треугольника. И? Расстояние треугольника. Симметричность, да. Отлично. Так вот, вот эти R-деревья и K-D-деревья используют то самое ненавистное всеми людьми правило треугольника, которое нам рассказывает про соотношение расстояний между точками. Собственно, почему это является проблемой? Потому что на практике так получается, что мы очень редко работаем с метриками настоящими. Мы зачастую работаем с какими-то функциями, которые похожи на метрику, но правила треугольника там не выполняются. Поэтому K-D и, ну, например, косинусная мера, я думаю, все использовали косинусную меру, это не метрика вообще ни разу. Там все хорошо, только вот правила треугольника не хватает. И поэтому там, когда деревья, например, не работают примерно никак. Приходится выкручиваться иными способами. Как же эти методы, ну, то есть в чем же идея этих методов? Идея очень простая. Мы разбиваем наше пространство на какие-то области, которые структурированы между собой. То есть мы переходим сначала в какую-то область большого, там, например, радиуса в случае R деревьев. После этого выбираем внутри этого шарика, выбираем область поменьше и так далее. При этом каждый раз, когда мы переходим в меньший шарик, у нас очевидным образом там оказывается меньшее количество точек, меньшее количество примеров, которые принадлежат именно к этой области. И дальше структура наша выстроена таким образом, чтобы минимизировать количество шагов, которые нам надо сделать назад. То есть если вдруг мы нашли пример, который принадлежит к этой области, с одной стороны, но с другой стороны сфера, построенная с радиусом расстояния до этого примера, пересекает границы области, нам придется сделать шаг назад. Понятно почему. Почему? Так кажется непонятно почему. Окей. Давайте я попробую примерчик порисовать. Эту точку я должен был сегодня оставить, вокруг нее все рисовать. Положим, у нас есть какая-то точка запроса. Положим, у нас пространство уже заранее было структурировано вот таким вот нехитрым образом. Мы в рамках этой структуры научились двигаться вперед. То есть мы всегда можем сказать, а принадлежит ли эта точка вот этому шару? Можем сказать, правильно? Это очень быстрая операция. Принадлежит ли этому шару? Принадлежит ли этому шару? И так далее. И таким образом войти, пройти структуру до самого-самого низа. Так, чтобы там осталось очень небольшое количество примеров. В рамках этих примеров мы можем воспользоваться линейным поиском. Это недорого, там их мало. И в рамках этого линейного поиска мы нашли нашу прекрасную точку. Что происходит дальше? То есть мы нашли точку, которая является текущим кандидатом на ближайшего соседа. Нам кажется, что она прям ближайший, почти прям сосед. Что происходит дальше? Мы вынуждены нарисовать сферу. Так, давайте побольше. Последней не будет структуры. А то никто не увидит. Положим в рамках вот этой сферы. У нас нашлась целая одна точка. Вот она. Расстояние до этой точки вот оно. Все его видят. Значит, для того, чтобы у нас не было других точек лучше, чем это, не должно быть таких точек, содержащихся вот в этой сфере. И у нас дальше есть два варианта. Если сфера вот эта, видите, она с одной стороны выходит за границы предыдущей сферы, с другой стороны не выходит за границы предыдущей сферы. Это видно. Таким образом, мы можем сказать следующее. Вот этот пояс, который был здесь сделан, линейный, он недостаточен, потому что границы наша вот эта штука пересекла. Так, давайте. Вот эта сфера будет волосатой. Вот эта сфера, которая получилась от запроса. Здесь была точка с запросом. Она похожа на центр, я надеюсь. Так, более понятно. Q теперь совсем не видно. Так что должно быть более понятно. А вот эта сфера была от структуры, от исходной структуры, которая у меня была наложена на пространство. Значит, сравнений, которые я сделал внутри этой сферы, было недостаточно. Помните, я там линейный поиск делал? Недостаточно. И мы должны сделать теперь уже линейный поиск на более высоком уровне. То есть на уровне вот этой вот сферы. Вот эта будет у нас сфера номер 1. Вот это будет шаг номер 2, по которой сфера сформировалась. Это был шаг номер 3. Вот поиска, который был сделан внутри сферы номер 3, и по соответствующему сфере номер 3 набору точек, нам оказалось недостаточно, потому что наша сфера запросная, пересекла ее. Понятно, да? И с другой стороны, сфера номер 2 нам будет достаточно. Соответственно, линейного поиска по этой части точек будет уже вполне достаточно. Идея этих методов ясна? Ну вот сейчас Q у нас и находится у внешней границы. Да-да-да, конечно-конечно. То есть у нас бывает такая ситуация, что вот здесь Q, и все, и добрый вечер настал. И мы вынуждены будем выйти на большую дорогу и искать вообще по всему множеству точек. С этим более-менее понятно. Теперь я думаю, что вы понимаете, так как у нас все точки начинают сжаться к краям при проклятии размерности, как бы мы ни структурировали наше прекрасное пространство, этот принцип работать перестанет. Как бы мы ни структурировали, любой метод структурирования этого пространства на правиле треугольника работать перестанет при повышении размерности. Поэтому эти прекрасные алгоритмы, несмотря на то, что они хорошо работают там двухмерным, треуммерным и так далее, в пространствах низкой размерности, они будут неприменимы в пространстве размерности, ну хотя бы сто. Способов структурирования очень много. Из тех, которые стоит посмотреть, ну так, для общего развития, скажем так, те алгоритмы, которые было бы неплохо, чтобы вы знали на экзамене, это KD3 и R3. Ну R3 я примерно схематично показал. KD3, посмотрите. На лекциях прошлого года, ну на предыдущих лекциях, я как раз KD3 активно рассказываю. Да. И теперь, если кто-то не будет знать KD3, мы знаем, с кого спросить. Так, а с... Подожди, а предполагается, что все должны посмотреть лекции прошлого года? Нет, предполагается, что все должны посмотреть на то в Википедии, как это описано. При подготовке к экзаменам. Я не буду спрашивать, скажем так, а как выглядит алгоритм KD3. Ну, потому что я его, конечно, реализовывал в детстве, но в зрелом возрасте он мне как-то не пригождался. Но я могу спросить относительно того, ну вот, окей. А какая у него сложность, например? А почему? В лучшем случае, в худшем случае, ну и так далее. Окей, пойдем дальше. Раньше я рассказывал LSH несколько более математично, но за 10 минут математично я его не расскажу. Поэтому я буду рассказывать с точки зрения суровой практики и гуманизма. Итак, у нас есть такие штуки, которые называются хэш-функция. Кто-нибудь знает, что такое хэш-функция? Ну давайте, те, кто киваю, давайте, жгите. Ну все же знают, что такое хэш-функция. И все молчат. Да, это просто, ну озвучьте. Да, это отображение какого-то объекта в какие-то целые числа. В данном случае у нас объект уже из Rn, и отображать мы его будем не просто в целые числа, а мы его будем по большей части в положительные целые числа отображать. Ну, я бы даже в натуральное отобразил, но парни говорят, что Z+, я не могу с ним испорти. И хэши у нас используются для разного. У нас, например, хэши используются для того, чтобы сказать, вот этот контент уникальный, мы знаем про MD5 хэши. У нас хэши используются для того, чтобы сгруппировать в нашей хэш-таблице строчечки, так, чтобы была ровно одна строчечка внутри таблички, мы доступались бы до нее за фиксированное время, там, и так далее. Хэшей бывают много. Вот еще один тип из таких отображений — это locality-sensitive хэшинг. Или в простонародье LSH. Locality-sensitive хэшинг — это такой метод поиска ближайших соседей, который неточный. То есть вот все точные методы ближайших соседей, к сожалению, при увеличении размерности в итоге сводятся к линейному поиску, и зачастую проще не париться, а линейно искать. При этом locality-sensitive хэшинг позволяет нам так не делать, с одной стороны, но за цену. И эта цена — то, что мы будем искать не ближайшего соседа, а кажется ближайшего соседа. На вот это «кажется ближайшие соседы» там есть некоторое количество определений, ну там типа «рандомизированный R ближайший сосед», там «RTC аппроксимация R ближайшего соседа». Ну, в общем, вы вот всего вот этого знать не хотите пока. Можете посмотреть на лекции предыдущего года, где мы это рассказываем. Важно то, что эти прекрасные хэши обладают одним свойством, что если вдруг у нас случилась коллизия, то есть встретилось два объекта, которые имеют одно и то же значение хэш-функции, то эти коллизии, то запросы, приведшие к этой коллизии, располагаются как-то близко, может быть. То есть коллизии в LSH нам важны, мы хотим, чтобы они случались. Но случались бы не просто так, а случались бы в строго определенные моменты, когда две точки оказываются в каком-то смысле близки. тынц-тынц-тынц, не хочу. Я просто хочу скорее какие-то примеры приводить, сейчас они математику. Математику, наверное, вы можете посмотреть. Ну, например, мы хотим найти ближайшие точки по евклидову расстоянию. Что мы можем сделать? Во-первых, можем взять и спроецировать все эти точки на какую-нибудь прямую. Возьмем случайную прямую, любую, и на эту случайную прямую спроецируем точки. Мы это сможем всегда сделать, верно? После того, как мы получили эту проекцию, у нас появился коэффициентик. Ну, тот самый результат проекции. Возьмем и порубим этот результат проекции, пронумеровав все эти проекции, ну, каким-нибудь способом. Но если мы хотим натуральные числа, то там 1, 2, 3, 4, 5, ну, как-нибудь так. Взяли и пронумеровали. Отлично. Таким образом, как вы видите, мы получили хэш-функцию. С этим поспорить сложно. Так вот, оказывается, что если таких хэш-функций у нас будет не одна, а будет цельная система, то мы сможем уменьшить количество вариантов для поиска ближайшего соседа. То есть, грубо говоря, мы берем, делаем проекцию на одну прямую. Дальше побили по бакетам. Там сколько-то точек в один бакет, сколько-то точек в другой бакет и так далее. Поделили так, чтобы бакеты были примерно одинаковые, например. Обозвали их там первый бакет, второй бакет, третий бакет и так далее. Что мы при этом запомнили? Запомнили мы при этом границы бакета в виде вот этих прекрасных коэффициентов. Это во-первых. И во-вторых, запомнили уравнение прямой. Отлично. Дальше говорим следующее. Ну, вот эти вот бакеты и определяют множество, где мы будем искать ближайшего соседа. Да, если вдруг оказалось, что он близок к границе, ну, мы промахнемся, ну и что? С одной хэш-функцией понятно? Или не очень? С одной хэш-функцией. Сейчас мы пройдем этот сложный этап. Фирменная небритость. Моя прямая, рандомная. Прям рандомная, прям прямая. Я на эту прямую спроецировал все наши прекрасные точки. После этого сказал, что перпендикулярные. Ну, они не совсем всегда перпендикулярные у меня получились. Но они перпендикулярные. Побил все пространство на какие-то страйпы. На такие между гиперплоскостями слои. Обозвал каждый слой за номером. Сказал, искать ближайших соседей я буду только в рамках этого страйпа. Я думаю, что идея довольно понятна. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что если мы находимся вот как вот эта точка вот здесь, ну, здесь у меня в соседнем страйпе есть что-то близкое, то понятно, откуда берется неточность. Окей. Ну, я думаю, вы понимаете, что я сделаю дальше. Я не буду соседние страйпы смотреть. Я сделаю хитрее. Кто понимает? Да, я еще одну прямую сейчас нарисую. И сделаю страйпы еще там. Более того, видите, я здесь поделил на 4 штуки. Обычно там у нас побольше бакетов. Я могу дальше составить из двух прямых. Есть, говорите, другой цвет. Это прекрасно. Из другой прямой. Вот такой. Я набью другие бакеты. Дальше у меня будут пересечения этих бакетов, которые я могу уже нумеровать в свою очередь. И так далее. После того, как я такую операцию проделаю несколько раз, у меня окажется то, что сами бакеты по себе достаточно маленькие, что в них линейный поиск оказывается не очень дорогой. Это первое. И второе. Смотрите, я могу с бакетами делать две вещи. Я могу с одной стороны их сужать, то есть пересекать, а с другой стороны я могу их объединять. В зависимости от того, чего я хочу добиться больше. Я хочу добиться уменьшения количества вариантов, тех точек, которые буду рассматривать. Или хочу уменьшить ошибку. У меня появился движок. Этот движок, соответственно, называется количество объединенных, количество пересеченных вариантов хэш-функции. И я его могу двигать, могу этим регулировать, насколько мне нужна точность или нужна скорость. Идея локалити-сенситив хэшинг понятна или нет? Математику, которая за этим стоит, я не привожу сознательно, потому что за 10 минут я не расскажу. Важно, чтобы вы понимали идею. Почему это важно? Потому что вот этот самый LSH на практике, в отличие от КД-3, который был в детстве, за последние 10 лет, наверное, раза 3 реализовывал точно, а может быть и больше на разных языках. Потому что вот эта штука применяется действительно часто. Да-да-да, мы сохранили вот эти вот прямые наши, относительно которых делали, и сохранили условия. В итоге мы номер бакета можем очень быстро вычислить. Ну и дальше переправляем соответствующую группу, по ней проводим уже линейный поиск. Группа обычно там небольшая, и все как бы хорошо. В зависимости от того, чего мы больше хотим, мы там можем устраивать пляски с бубном в номерах бакетов. Ну то есть, например, взять там две разных проекции, по ним объединить, для того, чтобы исключить ошибку. Ну потому что то, что точка у нас будет близка к границе по двум проекциям, это маловероятно. Ну и, соответственно, пересечениями также добиваться. Кроме Евклидова, я бы еще привел две дополнительно, две функции, которые также важны. л1 мера и косинусная мера. Ну вам косинусная хватит, ладно, не буду мучить. Косинусная мера тоже имеет очень красивую форму. Давайте возьмем случайные вот эти прямые. Под случайными в данный момент там все чуть-чуть посложнее, то есть там не всегда нормальное распределение, там должно быть аддитивное распределение. Но пускай будет нормальное распределение. Вы бросаете каждую координату, независимую друг от дружки, по нормальному распределению. И таким образом получаете направление. Так вот, косинусная мера очень похожа на l2. Похожа она вот чем. Тем, что вы задаете ту же самую, то есть задаете направление, но направление задаете перпендикуляру. И в итоге формируете гиперплоскость. В итоге все точки здесь вы считаете положительными, все точки здесь считаете отрицательными. Эта гиперплоскость генерирует вам один бит хэша. Те, которые попали выше, и те, которые попали ниже. Соответственно, набросав какое-то количество этих самых плоскостей, вы получите, ну, в данном случае там 7 багетов. Не, 7 не получите. Они через одну точку проходят. Идея понятна? Для разных метрик существует разное семейство этих самых хэш-функций. Про LSH существуют гарантии определенные, которые получаются из свойства этих самых хэш-функций. В этом направлении печатается, ну, какое-то количество статей. Они довольно, ну, довольно интересны. Но с практической точки зрения мы обычно будем либо евклидовой дистанцией пользоваться с теми или иными изменениями, либо косинусная мера нам нужна будет там для всяких текстов. На сегодня я, наверное, закончил. Проговорю, что мы прошли, чтобы так подвести итог. Во-первых, мы узнали страшное слово instance-based learning. Это страшно. Мы узнали то, что оно состоит из, в первую очередь, K-Negers neighbors и его всяких разных вариаций. Узнали, кто такие прототипы, и что ими можно каким-то образом бегать по пространству. Ну, в смысле, заполнять пространство, чтобы уменьшить количество точек и улучшить наш performance при работе в продакшене. Узнали проклятие размерности. Я надеюсь, что узнали. Ну, хоть что-то про проклятие размерности узнали. И, наконец, много танцев с бубном за последние 25 минут услышали про поиск ближайших соседей.